Чин прощения прошел и в Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского Кремля. Митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий, духовенство и пархии, преподаватели и студенты семинарии, учащиеся регенского и иконописного отделений, воспитанники местной православной мужской и женской гимназии и прихожане смогли попросить у друг друга прощения, чтобы с чистой совестью и в мире с Богом, и с людьми вступить на поприще поста. В православной церкви начался Великий пост. Традиционно первая его седмица отличается от других. В Тобольских духовных школах в это время не проводятся учебные занятия. Все студенты присутствуют, поют и читают за ежедневными богослужениями, как утренними, так и вечерними, которые проходят в Софийско-Успенском кафедральном соборе. В период первой седмицы студенты даже не выходят в город, чтобы не отвлекаться от молитвенного настроя. Вечером служится Великая Повечерия с чтением канона преподобного Андрея Критского, который читают ректор местных духовных школ, митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий, духоведство, епархия и преподаватели семинарии в священном сане. Как правило, само Повечерие читается студентами пятого курса. На этом богослужении присутствуют учащиеся Тобольской православной мужской и женской гимназий. Воздержание в пище и освобождение от ненужных привязанностей в Дни Великого Поста приводят к душевному успокоению и позволяют почувствовать подлинную духовную радость. Через невоздержание люди отошли от Бога. И через воздержание, через пост мы можем возвратить в себе то блаженное состояние Богообщения и радости жизни Богом. Радостнее наполнение смыслом нашей земной жизни, который нас приуготовляет к жизни вечной. Меру воздержания во время Четыре Десятницы каждый определяет с помощью своего духовника, чтобы пост не стал временем своей воли, но временем послушания.